В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. Летние каникулы. Такая желанная пора для каждого ребенка. А еще это время, когда вопрос безопасности приобретает особую важность. И об этом мы сегодня поговорим с гостями в нашей студии. Я с удовольствием представляю наших гостей. Главный внештатный педиатр города Анна Лунева. Здравствуйте. И заместитель директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицинной катастрофы Дмитрий Самофалов. Здравствуйте. Давайте начнем с детского дорожного травматизма. Потому что, к сожалению, в последнее время все чаще поступает информация о ДТП с участием детей. Ежегодно в Украине, не только в нас, в Одесской области, но в Украине случается в среднем 2000 ДТП с участием детей. И если говорить о том, как обстоят дела в нашей области, то за прошлый год ДТП было 325 случаев, где пострадали дети. И в этом году уже 92 случая, скажем так, за 5 месяцев. Поэтому это очень важная проблема. Она всегда у нас стоит на повестке дня на наших медсоветах, когда мы говорим о преддверии летних каникул или в начале летних каникул. И хотим тем самым обратить внимание не только медикам, но и родителям. Потому что в семье маршрут ребенка и что и как он делает определяют родителей. Это очень важная тема и ей следует уделить внимание. Первая помощь при ДТП? Ну не только с участием детей, но и взрослых, наверное. Ну на самом деле, особенно при ДТП, самая главная первая помощь это обеспечить безопасность. Безопасность себя, безопасность пострадавшего, безопасность других участников дорожного движения. Потому что здесь помощь даже скорее не медицинская. Вот мы в кино как-то так привыкли, что сразу там бросаются, вынимают из машины. Но машины в кино всегда загораются. Надо помнить, что человек, который хочет оказать помощь, бросившись к машине или даже к ребенку, сбитому на улице, может сам оказаться жертвой другого автомобиля. Поэтому чаще всего наиболее рациональным является найти способ оградить этот участок, определить зоны безопасности и вызвать экстренные службы. Зачастую, вот если мы говорим о ДТП, о таких тяжелых травмах, это вся помощь, которая должна быть оказана на месте происшествия. Единственные два, скажем так, исключения отсюда, это будет массивное кровотечение у ребенка, которое надо остановить в любом случае, любыми средствами. Это может быть, как правило, особенно если мы говорим о ребенке, это может быть прямое давление на рану. Потому что кровотечение у ребенка не может быть настолько сильным, чтобы взрослый человек своим весом не придавил эту рану, чтобы остановить кровотечение. И второй момент, который может быть адекватным в этом случае, это оградить ребенка от всех желающих ему помочь. Потому что ДТП, если ребенок пешеход, если ребенок находился в салоне автомобиля, а мы знаем, что, как правило, дети у нас, к сожалению, ездят без детских кресел, если это боли, а взрослые дети, они не пристегнуты, и даже находясь на заднем сидении, они имеют очень высокий риск получить серьезные травмы шеи. То же самое и пешеход, то же самое и велосипедист, сбитый автомобилем. Если он получает такую травму, у нас первое желание, особенно по отношению к ребенку, подбежать, схватить, поднять его на руки, прижать к себе, это естественное человеческое желание. Но выполнив такие действия, мы можем нанести дополнительные травмы шеи, и ребенок может от этого погибнуть или остаться глубоким инвалидом. Поэтому наилучшая помощь, да, это оградить место происшествия, чтобы оно стало безопасным максимально, и обеспечить неподвижность этому ребенку. Ну и, конечно, обеспечить соответствующие силы, это полиция и скорая помощь. Лето, это период, когда дети часто остаются без присмотра. Вот в этот период учащаются случаи бытового травматизма? Я хочу две минуты сейчас буквально два слова добавить к выступлению нашего доктора-хирурга детского. Если мы говорим, чтобы закончить разговор о травматизме и автомобилях, еще очень важный такой вот вопрос, не оставлять детей летом в автомобилях, потому что жара, лето, автомобиль нагревается очень быстро, тока воздуха там нет, окна все закрыто, и ребенок буквально задыхается и получает тепловой удар с потерей сознания, с остановкой дыхания, с падением давления. То есть ни в коем случае нельзя оставлять ребенка в автомобиле. Если он маленький и спит, все равно его надо забрать. Если он более взрослый, не закрывать его, даже если включен кондиционер. Потому что насколько он будет работать и насколько эта ситуация будет по времени продолжаться, ну как бы никто сказать не может. Поэтому ребенка нельзя оставлять, как и других животных. И еще одно. Ведь машину могут угнать, могут вскрыть, и тем более пострадает ребенок, или даже если он перепугается и получит какую-то психологическую травму. То есть таких вариантов просто не допускать. А если говорить о бытовом травматизме, то, что мы имеем по сводкам скорой помощи каждый день, самый распространенный бытовой травматизм – это то, когда ребенок начинает ходить, он подрастает, маленький любопытный ребенок, который открывает все ящики, рассматривает все яркие бутылки, этикетки. Все пробует, да. Если он видит какую-то розовую или красную бутылку, и она легко открывается, то, конечно, он ее откроет и обязательно попробует. А это может быть ваниш, а это может быть какая-то белизна, или какой-то еще крот или растворитель. То есть случается беда, потому что щелочи разрушают ткани, кислоты – это жестокие ожоги, которые требуют и длительного лечения, и очень длительной реабилитации. По поводу бытового травматизма, летнего особенно, я хочу тут вот добавить, я никогда не устану об этом говорить, и сомневаюсь, что когда-то перестану, к сожалению. Это дети, выпавшие из окна. Вот это типичный летний бытовой травматизм. Да, и не просто с высоты, а именно из окна. В этой ситуации две предпосылки. Первая предпосылка – когда зимой ребенку скучно, родители очень часто ставят его на окно, ребенок смотрит во двор, он уперся в окно и смотрит во двор. Летом родители думают, что каким-то образом та противомоскитная сетка защитит, или ребенок поймет, что противомоскитная сетка и стекло – это не одно и то же. Нет. Ребенок точно так же залазит на окно, он знает, что это весело, что это интересно. Это было зимой. Летом окно раскрыто, противомоскитная сетка, ребенок опирается на эту противомоскитную сетку и вылетает в окно, и вместе с ней падает. К сожалению, такие падения – это и третий, и пятый, и восьмой этаж, и их полно каждый год, таких ситуаций случаются. Травмы, которые дети получают во время прогулок, особенно летом, актуальные велосипеды, самокаты, ролики. Много таких случаев? Да, конечно. Это уже травмы где-то детей более старшего возраста. Это 4, 5, 6 лет и старше, которые катаются у нас на самокатах, на велосипедах, ролики. И здесь очень важно сказать родителям, что вот когда видишь по улице мчится ребенок 10-12 лет на велосипеде, он уже едет очень быстро, ему это нравится, он такой вот весь у нас очень хороший, классный. Но я могу сказать, что он еще не сильно экстремал, но он стремится к этому, да, маленький. Поэтому, а у него нет ни наколенников, ни нарукавников, ни шлема, самое важное. Ведь опять же, но если посмотреть все наши иностранные фильмы, там дети обязательно велосипед, и у этого ребенка обязательно на голове шлем. У нас велосипед, и мчатся какие шлемы, никто их не видит. А у папы с мамой шлем на голове, ведь пример подают родители. Да, ребенок должен быть защищен, да. И часто, вот мы уже говорили, еще раз повторяем, в том, что случаются неприятности, такие несчастья с детьми, в большинстве процентов виноваты родители. Потому что родители должны понимать, какие угрозы может таить эта веселая поездка на велосипеде. Ребенка надо защитить. Родители во всем должны подавать пример. Переходя через дорогу, если родители переходят с ребенком на красный свет через дорогу, не стоит ожидать, что ребенок будет подчиняться вообще каким-либо правилам уличного движения. Это касается как пешеходной ответственности, так и когда он катается на велосипеде. Он не будет об этом задумываться. Если родители катаются на велосипеде без шлемов, надеть на ребенка шлем будет практически невозможно. Поэтому родители не только должны думать, планировать, но и должны своим примером в первую очередь показывать. Шлем не только для ребенка, шлем для родителей так же самое. Летние каникулы – это не только пляж, море, но еще и, к сожалению, тепловые удары, солнечные ожоги, какие-то рекомендации родителям, детям. Я принесла вам такую хорошую памятку «Счета забеспечения особистой и беспеки детей в литку». В этой памятке для родителей говорится самые такие лозунги, которые для них важны. И важны для того, чтобы ребенок остался здоров и защищен летом. То есть, если ребенок идет на прогулку летом, у него должна быть обязательно панамка на голове. Панамку лучше выбирать из натуральных тканей, хэбэшную, чтобы она действительно защитила его от не только солнечных, а и тепловых лучей. Если мы говорим о том, что ребенок едет со своими родителями или с экскурсией, это сад или школа, если они едут куда-то в лес, то посмотреть, как ребенок должен быть одет, потому что начало лета, там есть клещи, которые уцепятся в этого ребенка, и потом надо будет извлекать, и это за собой несет как бы угрозу различных заболеваний. Если они едут куда-то снова же в лес, там еще есть змеи, там еще растут разные лесные ягоды, грибы, и ребенок должен знать, что в лесу не надо хватать подряд все грибы и пробовать их на вкус. Если это ягоды, то обязательно четко знать и спрашивать, что это такое, можно ли это кушать или вообще даже надо отойти и не смотреть в эту сторону. Если мы говорим о том, что они едут куда-то на такую вот загородную прогулку, там растут деревья. Что любят дети? Дети любят залазить на эти деревья. Если ребенок, что может быть? Может быть падение снова же с этого дерева. Это в лучшем случае это ушибы, царапины, ссадины, а в худших случаях это, конечно, какие-то переломы, конечности, либо травмы головы. То есть это тоже надо ребенку объяснить. Если они едут на речку, на море, то только плавание, купание в сопровождении взрослых, чтобы все знали, что там, какое дно, не попадет ли он там в какую-то яму. Если этот ребенок нырнет, не может ли он удариться головой и повредить шейные позвонки, тем самым как бы это остановка дыхания и смерть или тяжелое лечение и снова же инвалидности с дыхательным аппаратом на многие годы. Ну вот, в общем-то, основные тезисы. Для родителей и взрослых. Для родителей и взрослых. А как все-таки обезопасить себя на солнце? Ну, в первую очередь, нужно обильное питье. То есть ребенка всегда сложно приучить пить. Причем здесь речь должна идти о действительно просто чистой воде или в крайнем случае о тварах трав, типа чай такой слабенький. Ни в коем случае это не может быть там Кока-Кола, какая-нибудь вот такие напитки, потому что они, к сожалению, только показательно гасят жажду, но не дают необходимого количества жидкости. Как уже сказала Анна Петровна, это однозначно панамка должна быть. Ну и лучше всего все-таки ребенку не появляться на улице во время такой максимальной жары. Это с 12 до, даже с 11 до 3, до 4 часов. Ребенку на улице, как правило, делать нечего. Не зря в таких жарких странах, кроме нас, наверное, есть сиеста, когда люди просто прячутся в тени. Если же вынуждены люди, взрослые, с ребенком по какой-то причине находиться на улице, значит, нужно чаще заходить в те места, где есть кондиционирование. В общем-то, за рубежом это довольно нормальная практика, чтобы кондиционеры были поставлены везде. Но это для здоровья не вредно менять температурный режим? Вредно перегреваться. Вредно перегреваться. От того, что человек, ну у нас же есть такое, как это, надень шапку, а то будет менингит, да, там, видимо, этот менингит как-то прямо через волосы проникает. Но на самом деле от того, что человек меняет холодное на теплое даже резко, и понятное дело, что если зайти там, наверное, в температуру плюс 10 с температурой плюс 40, то пользы от этого будет мало. Но менять такие вот зоны рекреации, выбирать, чтобы не находиться в течение длительного времени на солнце, на жире, это необходимо хотя бы быть в тени, стараться быть в тени. А солнцезащитный крем? Да, 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 вот мы только хотели. Солнцезащитный крем, к сожалению. Защитный он или нет? Он малозащитный, даже вот те дорогие кремы, которые имеют высокую вот эту УВ, да, они, к сожалению, защищают недостаточно. Во-первых, они не защищают от перегрева, да, это же не противотепловой крем, это крем, который не дает коже сгорать, не дает повреждающему действию ультрафиолетовых, вроде как лучей. Тем не менее, сейчас показано, что если солнцезащитный крем в какой-то мере снижает риск развития меланомы, из-за злокачественного заболевания кожи, то он ни коей мере не снижает развитие карциномы кожи, которая тоже злокачественное образование кожи. Поэтому защитный крем вроде бы защищает, но незначительно. У детей, в то же время у детей, действия защитного крема недостаточно. Даже будучи намазанным самым таким крутым, дорогим защитным кремом, ребенок может получить солнечный ожог. Я благодарю вас за эту полезную информацию. Будем надеяться, что наши родители будут все-таки сознательны. Я напоминаю, что у нас в гостях были главный внештатный педиатр города Анна Лунева и заместитель директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицинной катастрофы Дмитрий Самофалов. Меня зовут Валерия Володина. Оставайтесь с репортером.